Здравствуйте! Согласитесь, бывает очень интересно увидеть знакомые вещи с неожиданной точки зрения. Все мы знаем Углич, старинный русский город, настоящий заповедник церковной архитектуры. Всем этим монастырям и соборам посвящены первые страницы туристических буклетов. Но в этом городе есть и другие достопримечательности, о которых знает далеко не каждый турист. И вот таким любопытным, но не слишком известным местам и будет посвящена наша сегодняшняя поездка. Транспортом в поездке нам будет служить кроссовер Mitsubishi Outlander с трехлитровым бензиновым мотором мощностью 227 лошадиных сил. Это резвый и комфортный автомобиль, а сверх того, отлично укомплектованный. Рыночный успех кроссовера Mitsubishi лишний раз подчеркивает его достоинства. Это действительно один из лучших представителей класса. И для путешествий Outlander подходит отменно. Я даже не успел заметить, как пролетели две с половиной сотни километров, отделяющие Углич от столицы. Если выехать очень рано утром, это расстояние можно покрыть за три с половиной часа, причем за нечур, удерживаясь в рамках правил. Город Углич стоит на Волге, крупнейшей реке Европы. Неудивительно, что очень давно, еще до Второй мировой войны, здесь появилась гидроэлектростанция. Углическая ГЭС обеспечивала столицу электроэнергии в самые сложные моменты Великой Отечественной войны. И тем самым внесла немалый вклад в победу. А еще эта постройка не только функциональна, но и красива. Недаром проект электростанции был отмечен сталинской премией. Мне надо попасть в бывшее здание правления. Там сегодня располагается музей. Он посвящен не только, да и не столько углической ГЭС, сколько гидроэнергетике в целом. В России без малого две сотни действующих гидроэлектростанций. Правда, в западной части их намного больше, чем в восточной. А вообще гидропотенциал страны реализован примерно на 20%. То есть теоретически с помощью рек можно получать в пять раз больше электричества, чем сегодня. И вот этой интереснейшей тематике посвящен музей, по которому мы сейчас с вами прогуляемся. Экспозиция занимает несколько залов. Здесь можно найти ответы на большинство вопросов, связанных с историей и конструкцией гидроэлектростанций. Гуляя по этому музею, понимаешь, какими темпами прогрессирует цивилизация. Посмотрите на эту фотографию. Вот эта избушка, представьте себе, первая российская ГЭС, построенная в конце 19 века. И спустя примерно столетия появляется вот это колоссальное сооружение. Плотина высотой почти 250 метров. Саяно-Шушенская ГЭС. Одно из самых впечатляющих сооружений в истории человечества. Кстати говоря, эта гидроэлектростанция влезена в книгу рекордов Гиннесса, как самая надежная постройка такого типа. В залах музея чертежи, фотографии и макеты. А все потому, что узлы и агрегаты настоящий ГЭС слишком велики размером, чтобы оказаться в обычном помещении. У меня за спиной отличный тому пример. Это рабочее колесо весом в 120 тонн. Его украшают 4 20-тонные лопасти. Семь десятков лет оно работало во славу отечественной энергетики. А сняли его не потому, что оно выработало ресурс, ничего подобного. Просто турбину заменили на более новую модель. Большинство из нас не знает практически ничего о плотинах, турбинах и прочем оборудовании, необходимом для постройки ГЭС. Но в игровой форме эта информация усваивается и быстрее, и легче. Остался последний штрих, и моя виртуальная электростанция начнет вырабатывать виртуальное электричество. Заработало. Вот только глядя на все эти компьютерные чудеса, вспоминаешь, что история российской гидроэнергетики начиналась совсем не так празднично. А знаете, кто занимался возведением этих огромных сооружений, удивительных с инженерной точки зрения? Нередко это были заключенные, которые трудились в крайне тяжелых условиях и часто не возвращались с этих эпохальных строек вавилонского масштаба. И эта особенность как-то сама собой отправляет нас к следующей точке маршрута, к довольно неожиданной углической достопримечательности. От электростанции до нашей следующей остановки ехать не больше 10-15 минут. Но Углич – это маленький город, и по дороге успеваешь увидеть добрую половину его архитектурных сокровищ. Однако нас интересует нечто совершенно иное. В этих двух комнатах находится, наверное, один из самых интересных частных музеев не только в Ярославской области, но и вообще в России. Он посвящен творчеству заключенных. Иногда заключенным приходится под покровом тайны изготавливать самые безобидные, казалось бы, вещи. Например, эта гитара сделана из папье-маше, части оконной рамы и кордовых нитей. Ее изъяли в ходе одного из обысков. Здесь, как мы видим, копии одной из известнейших работ Рафаэля. На создание этой копии ушло три года. Она сделана с помощью гвоздя, разогретого на зажигалке. Честно говоря, сомневаюсь, что терпения на такую работу хватило бы у самого Рафаэля. Игральные карты, нарды, статуэтки и куда менее безопасные вещи, вроде самодельных ножей и даже огнестрельного оружия. Эта внушительная коллекция формировалась в течение многих лет. Сначала работы поступали нам из местного управления исполнения наказания в Ярославской области. Они нам помогали в создании данного музея. Но потом по мере работы экспонаты присылались в подарок. Кто-то привозил и оставлял, так скажем, на обмен на какую-то сувенирку. Просто не просто подарить какие-то приметы, людей пугают. Другие вещи какие-то приобретали за денежные средства. То есть здесь сейчас собрано со всей России. Вот и создатели музея говорят, что главная его функция – воспитательная. И, надо признать, это работает. На этом наше сегодняшнее путешествие заканчивается. И я надеюсь, мне удалось расширить ваши туристические горизонты. А в следующий раз мы отправимся по деревням Ярославской области, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего крестьянского быта. Интересно будет всем, а горожанам особенно. Так что не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин